В городской совет поступило ряд обращений, связанных с реализацией объединения школ. В частности, поступило обращение от родителей, наверное, там и педагоги есть, я пока не расшифровывала все подписи по закрытию школы или по объединению школы номер 7. Насколько это все-таки целесообразно? В вашем выступлении это была мотивировка, почему вы это делаете? И второе, про закрытие детского дома творчества. Я понимаю, что места в детских садах необходимы, но это как выбирать между пищей и водой, что важнее. И вот количество детских садов на сегодня, количество воспитанников в них и частные детские сады, если есть у вас такие цифры. По нашим, по муниципальным, я могу сказать, у нас 180 детских садов на сегодняшний день, 44 тысячи воспитанников в настоящее время в детских садах. И если говорить об очередности от года до трех, то это порядка 12 тысяч. И если от года до семи лет, и от трех до семи лет, это порядка 8 тысяч человек, которые в настоящее время стоят в очереди. То, что касается Дома творчества Кировского, речь не идет о закрытии учреждения дополнительного образования Дом творчества Кировский. Речь идет о том, что есть дорожная карта, которая была утверждена и мэром города Омска, и губернатором Омской области. И в рамках этой дорожной карты есть здание по улице Дианова, 5 В, в котором в настоящее время располагается Дом творчества Кировского округа. Но это здание бывшего детского сада, в котором мы можем открыть 9 полноценных групп для наших дошкольников. В Кировском округе эта проблема очень актуальна. И Дому пионера Кировского округа мы предлагаем возможности переселения его в здание 28-й школы. Это находится ровно через дорогу от Дома пионеров Кировского округа. Поэтому ни речь не идет ни о сокращении кружков. 2320 человек в настоящее время занимаются в дополнительном образовании. И мы знаем, тоже есть указы президента майские, в которых было сказано, что до 2015 года от 70 до 75% обучающихся должны быть у нас задействованы в учреждениях дополнительного образования. В настоящее время эта цифра у нас всего пока 53%, поэтому мы не можем закрывать, мы должны развивать учреждения дополнительного образования. То, что касается образовательных комплексов, в своем выступлении я уже сказала, что мы решаем ряд проблем, в том числе и материального оснащения этих учреждений. Если в настоящее время оглянуться и посмотреть на те образовательные учреждения, которые в настоящее время сливаются и объединяются, то учреждения мощностью на 1000-1200 учащихся, в них обучается 200 человек в настоящее время, конечно, это неэффективно для нас, поэтому мы их объединяем. Седьмая школа объединяется с 63-й, расстояние между заборами школы ровно 300 метров, поэтому никакого там перехода в другой микроучасток, либо еще какие-то изменения для детей вообще никакого нет. Есть только одно, что мы сможем завести профильное обучение для старших классов, дети смогут получить более качественное образование в стенах наших образовательных учреждений. Но такая информация, где Вы еще планируете, я думаю, что на комитет по социальным вопросам будем рассматривать, чтобы все депутаты были в курсе, к чему готовятся, что действительно это без ущерба для детей. На все совещания с родителями, педагогическими коллективами мы приглашали депутатов с микроучастками, но, к сожалению, ни один депутат к нам не пришел. Хорошо. Хорошо. У Вас по реформе, Алексей Алексеевич, вопрос? Да, пожалуйста, скажите, Екатерина Витальевна, новому закону правильно сказать или нет? При создании крупненных общеобразовательных центров, чем будет обеспечиваться качество образовательных услуг и как оно будет контролироваться? Качество образовательных услуг, я уже сказала, что когда мы создадим объединенный комплекс, мы можем завести туда все ступени образования, начиная с дошкольного образовательного учреждения, присоединяя к комплексу и детский сад. И выстроить ту ступень образования и ту единую программу, которая будет прослеживаться от дошкольного образования до основного общего образования. Кроме того, я уже в своем докладе тоже говорила, что когда класс всего один десятый, детям невозможно выбрать профиль. Они вынуждены переходить на дистанционное обучение. Дистанционное обучение – это тоже передвижение по многим школам микрорайона, иногда даже бывает и города, когда эта сеть небольшая. Поэтому это все позволит нам укрупнить данные сети, и дети получат наиболее качественное образование, качественную услугу. Понятно. Если у органов местного самоуправления закон определяет предоставление общедоступного и бесплатного общеобразования. Только вот предоставить и основная функция в этом? Ну, наверное, не только в этом. Дело все в том, что когда я говорила о первой статье закона, то я говорила, что мы не только должны предоставить, конечно, создать условия и реализовать эту услугу. Поэтому здесь приношу... Слушай, я просто хочу сказать, что расставленные акценты зачастую, в общем-то, воистину и определяют потом деятельность того или иного структурного подразделения или решение той или иной задачи. По-моему, вот предоставление общедоступного образования, чтобы он оставил общедоступным, это вопрос решен, и мы его не будем в голову ставить. Наверное, в голову уже ставить вопрос содержания. Условия, да, конечно, предоставление и реализации. Содержание не детей в общем-образовательных учреждениях, а содержание нашей работы. Потому что, на мой взгляд, долго очень существовал вопрос, кого же мы выпускаем из наших общедоступных учреждений. Вот сейчас закон пытается на это ответить. И закон предусматривает целый ряд мер для того, чтобы было понятно, что происходит. И к какому результату мы идем. Поэтому давайте акцент все-таки сделаем на содержание. А то, что мы должны предоставить абсолютно всем возможность получать бесплатное общеобразование, это как бы априори и никаких сомнений здесь быть не должно. Ну вот, хотел спросить по поводу системы независимой оценки качества. Наверное, это длинный разговор, не будем сейчас на него отвлекаться. Вот вопрос традиционный, такой, который, по-моему, всегда возникает. Как в новом законодательстве рассмотрено трудовое воспитание обучающихся школ? Ну, к сожалению, как ранее было, да, когда обязательно были трудовые часы, и в учебном плане была обязательно и летняя практика для обучающихся, этого снова не прописано в новом законе об образовании. И все это не прописано, да, в связи с тем, что мы говорим, что гражданин свободен, право своего выбора, и поэтому у нас трудовое обучение, оно заключается только в образовательном процессе, это в предмете технология. Но вот созданы координационные общественные советы при образовательных учреждениях, и когда мы писали положение об этих координационных советах, мы, конечно же, обращали внимание на привлечение детей и к общественно полезному труду. Наверное, ну, мы нигде не могли прописать количество часов, что ребенок должен отработать летнюю практику, как отрабатывали ее мы там, в зависимости от возраста, от 30 до 70 часов. У нас была летняя практика в обязательном порядке, но мы все равно прописывали о том, что должна быть добровольная помощь ребенка в общественно полезном труду. На субботник, если говорить о цифрах, то 23 тысячи обучающихся на субботник вышло. Спасибо. Вот знаем, подчеркнули, что субботник прошел неплохо. Это один из показателей, который дает нам право давать такие оценки. Я смотрю, вопросы не возникают, будем завершать. Наверное, нам нужно в рамках исполнения нового законодательства сделать свои, повторюсь, акценты. Учитывая, что очень широко привлекается к организации работы общепозавательных учреждений родительская общественность, собственно, обучающиеся, на равных с педколлективами, на равных с общепозавательными учреждениями, они являются организаторами и ответственной стороной. Я думаю, что на сегодняшнее время, на начало реализации закона, Департамент образования должен стать методическим центром, который будет одновременно и педагогов включать и готовить их для реализации нового закона, и грамотно информировать и родителей, и обучающихся, и общественные организации, которые будут принимать участие в организации учебного процесса. Вот если мы, так сказать, сумеем, учитывая, что в школе у нас как раз методистов достаточно много, в какой-то другой сфере, если мы сумеем грамотно проинформировать, грамотно поставить задачи, грамотно распределить усилия, вот тогда, наверное, реформа пойдет достаточно успешно. А если родители не будут подготовлены к той функции, которая у них возлагается, да, то будет сложно опираться на общественность, и родители мы поставим в крайне сложную ситуацию. Поэтому вопрос номер один. Ну, отсюда вытекает уже, как я практически сказал, подготовка, переподготовка педагогических кадров становится еще более актуальной, и туда нужно направить особые, так сказать, усилия. Ну, и, наверное, вести отдельно речь нужно о профориентации наших выпускников всеобразовательных школ. Это своего рода, так сказать, контакт с элементами трудового воспитания, да, чтобы они могли сориентироваться. Ну, и, исходя из этого, все равно нам нужно вести разговор о том, чтобы налаживать связи, и в общественных организациях, которые будут принимать участие в проведении образовательного процесса в школе, обязательно были предприятия. Крупные, мелкие, любые. Я думаю, что это очень важно, потому что в другом варианте провести работу в профориентационную, и понять, для какой цели ребенок получает образование, где он себя будет реализовывать, трудно это сделать на теоретическом уровне, если мы будем работать с конкретными предприятиями, неважно, не в сфере услуг, в сфере производства, хотя нам предпочтительнее, конечно, в сфере производства. Только тогда можно будет сделать это цельным процессом. Вообще, конечно, закон ставит перед нами очень серьезные задачи, и школа становится еще более значимым социальным институтом. Сознаете? Да. Сознаете. Добавление есть в данном вопросе? Нет, да? Спасибо, Игорь Михайлович, присаживайтесь. Так, второй вопрос. Спасибо.